Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. В Самарском регионе трудовая оттепель. 111 предприятий области начинают свою деятельность после вынужденных каникул. От общего к частному. В Самаре моют и дезинфицируют не только дороги, но и внутриквартальные проезды. Кто торгует, не обращая внимания на ограничения. Наша съемочная группа провела рейд по самарским городским рынкам. Помощь на другом конце телефона. В Самаре заработал городской волонтерский штаб. Предотвратили беду. В Самарской области полицейские спасли из огня двух детей. 111 предприятий Самарской области сегодня приступили к работе. Для остальных вынужденный отдых продолжается. В регионе началась вторая нерабочая неделя. Напомним, режим самоизоляции был продлен губернатором Дмитрием Азаровым до 12 апреля. Предприятия, которые с соблюдением всех необходимых мер безопасности начнут работать, относятся к сферам сельского и лесного хозяйств, рыбоводства, добычи полезных ископаемых, проектирования и строительства зданий и сооружений, ремонта автотранспортных средств, ремонта и обслуживания медицинского оборудования, транспортировки и хранения грузов, общественного питания, работающие только в режиме доставки и на вынос, информационных технологий и связи, страхования, социального обеспечения, обслуживания зданий и территорий, ветеринарных услуг и содержания приютов для животных. Также разрешили работать адвокатом, нотариусом, фирмам, которые могут предоставлять услуги дистанционно. Также открылись столовые и буфеты при учреждениях и городские самарские бани, но без парных. От руководителей предприятий по-прежнему требуют задействовать в работе как можно меньше людей, а как можно больше отправлять на удаленку. Обязанности главы регионального Минздрава временно будет исполнять Сергей Вдовенко. Ранее он был заместителем министра, руководителем Департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения. К своим полномочиям Вдовенко приступит сегодня, в понедельник, 6 апреля. Напомним, о том, что Михаил Ратманов уходит с поста главы регионального Минздрава, стало известно в конце марта. Сергей Вдовенко – выпускник Куйбышевского мединститута, кандидат медицинских наук. Свою трудовую деятельность начинал в 1989 году с должности врача-акушера, гинеколога, заведующего родильным отделением в Клявлинской районной больнице. О назначении Вдовенко исполняющим обязанности министра в своем аккаунте в Инстаграме сообщил губернатор Дмитрий Азаров. Также глава региона напомнил, что за последние несколько суток в Самарской области не было выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19. На сегодня уже 9 человек из 17 заболевших выздоровели и выписались. 8 остаются под наблюдением медиков. Текущую обстановку в регионе, дополнительное оснащение медучреждений и работу общественного транспорта сегодня обсудили на заседании областного оперативного штаба по предотвращению угрозы распространения коронавируса в Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров поручил главам городов обратить внимание на необходимость ритмичной работы общественного транспорта, особенно в часы пик, чтобы максимально обеспечить возможность людям комфортно добраться до своих рабочих мест, соблюдая требования по дистанции между пассажирами. Глава Самары Елена Лапушкина рассказала, что сегодня на улицы города вышло 1014 единиц общественного транспорта. В часы пик интервал движения составляет от 4 до 6 минут. Метро работает в штатном режиме. Транспорт проходит дезинфекцию несколько раз в день. Кондукторы и водители обеспечены масками. Из-за того, что на работу возвращаются специалисты системообразующих предприятий, эксперты прогнозируют, что пассажиропоток увеличится почти на 20 тысяч человек. И хотя общественный транспорт и не прекращал курсировать по городским улицам, сегодня на линии выходят дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи. Как изменилась дорожно-транспортная обстановка после вынужденных каникул, расскажет Мария Левина. С самого утра понедельника на дороге Самары возвращается все больше машин и автобусов. Ряд системообразующих предприятий возобновляет свою работу, и сотрудники возвращаются на свои рабочие места. Общественный транспорт не прекращал работать, однако количество автобусов и трамваев сократили. Но с сегодняшнего дня на самарских дорогах и стало больше практически в два раза. Сергей Авдеев за рулем автобуса уже три года. Говорит, в последние дни пассажиров немного. Перед каждым рейсом в салонах проводят дезинфекцию. Пассажиров просят соблюдать дистанцию в полтора метра. Не видел, честно. Сейчас очень маленький поток пассажиров. Но просто что было ранее, конечно, когда автобусы ходили забитые все, прям очень поток был большой пассажиров. Сейчас, конечно, гораздо меньше. С этой недели пассажиропоток увеличится на 18 тысяч человек, ожидают эксперты. Чтобы самарцы и дальше смогли соблюдать нужную дистанцию, на линию выпустили дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи. Сегодня на городские линии вышел почти весь общественный транспорт. Работает 1014 единиц. Утренний наш мониторинг показал, что на сегодняшний день в тех условиях пассажиропотока транспорт и ритмичность транспорта справляется с тем количеством пассажиров, в том числе и с учетом соблюдения санитарных норм внутри транспортных средств. Интервал движения составляет не больше 15 минут. Самарцы успели заметить, как изменилась дорожная обстановка. Я сидела дома долго, но сейчас вышла на улицу, и мне кажется, что транспорта меньше не стало. С транспортом нет проблем. Транспорт ходит хорошо. Каждый день специалисты будут проверять количество пассажиров и то, как общественный транспорт справляется. Мария Левина, Николай Сидоров, Константин Головин. События. Губернатор Дмитрий Азаров побывал в лаборатории областного центра профилактики и борьбы со СПИД, где с 1 апреля обрабатываются пробы на новую коронавирусную инфекцию. За первые дни там было проверено уже более 300 анализов. Положительных тестов не выявлено. Подробности в нашем сюжете. Именно в этом подразделении проводится полимеразно-сутная реакция и секвенирование. Здесь лаборатория собой представляет цепочку боксов и кабинетов, в которых постепенно проводятся технологические циклы. С сегодняшнего дня лаборатория СПИД-центра может проводить до 900 анализов в сутки. Здесь обрабатывают анализы людей, которые не имеют признаков простудных заболеваний и не контактировали с больными COVID-19. Особое внимание уделяется жителям, входящим в группу риска. Лицам старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями легких сердца эндокринной системы. У вас специалисты ваши? Переподготовка какой-то специалисты? Все специалисты, которые будут заниматься диагностикой COVID-19, прошли подготовку в Роспотребнадзоре, в Центре беденопределения. То есть там, где лаборатория работает, уже на протяжении нескольких недель? Да. Лаборатория СПИД-центра снизит нагрузку на лабораторию управления Роспотребнадзора, где на сегодняшний день уже проведено более 6 тысяч анализов. На сегодняшний день ни одного положительного теста у нас нет. Мы только начали работу, с 1 апреля мы запустились и планово наращиваем свои мощности. Все специалисты прошли подготовку в Центре гигиены и эпидемиологии и получили разрешение на проведение таких исследований. Пробоподготовка – опасный этап из-за прямого контакта с биоматериалом, поэтому вход в боксы посторонним строго воспрещен. Дмитрий Азаров поинтересовался, достаточно ли защищены врачи. Главврач отметила, что весь медперсонал работает в спецодежде, которую медработники меняют каждый раз при выходе из бокса, а также проходят комплексную дезинфекцию. Мы все медицинские работники и мы знали, на что шли и для чего мы сюда пришли. Сюда люди сторонние не заходят и не приходят. Это люди, которые любят и радеют душой за свою работу. В конце встречи губернатор поблагодарил врачей за труд и самоотверженность и особо отметил, что они смогли включиться в работу в сжатые сроки. Виктория Шарая, События. Город в режиме повышенной готовности. По поручению главы города Елены Лапушкиной, все городские службы мобилизованы на борьбу с коронавирусной инфекцией. Работы по дезинфекции проводятся повсеместно. Как проводили обработку Самары в выходные, видел Олег Зверев. Пока по ночам еще держатся заморозки, дезинфекции города проводятся только днем. Но как только температура поднимется над нулевой отметкой, городские службы перейдут в круглосуточный режим. А вот в выходные работа продолжалась по всей Самаре. Специальным раствором или проезжую часть ограждения по 2-3 раза очищали все остановки общественного транспорта. Остановки общественного транспорта, ограждения мы обрабатываем хлорамидом B. Это разрешенный препарат для дезинфекции. Город моем специализированным шампунем. И еще один раз, то есть 2 раза хлорамидом B, а один раз проходим гипохлоридом натрия. Параллельно идет уборка города по плану месячника по благоустройству. Улицы убирают от зимних накоплений мусора, подметают тротуары, бордюры, ограждения готовят к покраске. Масштабные работы по дезинфекции проводятся в парках и скверах. Тщательно обрабатывают дорожки, лавки, детские площадки. Моечные машины стали заезжать и во дворы самарцев. Управляющие компании приступили к обработке придомовых территорий и внутри квартальных проездов. Уделяют внимание отмосткам, лавочкам, площадкам, газонам. Дворники работают в специальных защитных костюмах. Ситуация держится под контролем. Дворовые территории, мы говорим за дворы, управляющие компанией, где закреплены за уборкой территории, проводится очистка и обработка проездов, тротуаров, входных групп, также мест общего пользования в подъездах, то есть это и перила, и кнопки лифта, кнопки домофонов. Дверные ручки, выходные, дверей. Сегодня, пока город живет в режиме повышенной готовности, необходимо принять все меры, чтобы не допустить распространения инфекции. Но есть самый лучший способ не заболеть. Просто на время, пока объявлены нерабочие дни, не выходить из дома. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Чтобы не допустить развития в Самарской области коронавирусной инфекции, ряд предприятий приостановили свою деятельность. Под ограничения попали и предприниматели. Торговля разрешена только тем, что входит в утвержденный правительством список товаров первой необходимости. Как эти ограничения соблюдаются на деле, решила проверить Мария Левина. Она отправилась на самарские рынки. В сумке переехали туда и указатель направо. Ну, повернув я сейчас направо, либо пройду немножко и поверну налево, ни сумок, ничего-либо другого я не найду, потому что все точки на рынке закрыты. Так пусто здесь было разве что ночью. Кировский рынок на время самоизоляции закрыл все ларки. Обойкой торговли напоминают лишь манекены, брошенные в ППХ. Все, все, ничего не делается. Дезинфекция у нас все делается, все хорошо. Все, никого не пускаем на рынок. Случайные прохожие все же есть, но спешат они все к метро. Вот за транспортной картой только пришел. Раньше было толкучки здесь, вы что, конечно, особенно суббота-воскресенье тут толкучки. Отсюда мы направляемся на рынок в 15-м микрорайоне. И тут совсем иная картина. А вы куда уходите? Не хочет разговаривать. Пошли дальше. Кость, с другой стороны. А вот здесь интересно уже. А вы почему торгуете? Нет. А ты делаешь? Сижу. Раз сидите? Да. А тебе не только инспекция? Сему нет продавцов? Там она унесла. А что, все, бери, что хочу. Продавцов нет? Да. Просто так висит для людей, для народа? Да. Это просто праздник какой-то, со слов продавцов торговли здесь не ведется. Но, как мы видим, ларьки открыты. Поэтому подходи и бери все, что хочешь. Немногим позже приезжает хозяйка торговой точки. Я хозяйка. Почему вы ведете торговлю, когда это сделать нельзя сейчас в этом? Да. А вот это вы видели. И что это? Разрешение на торговлю детских товаров. Мы направили запрос соответствующие органы с просьбой прокомментировать законность такой торговли. Ведь в перечне речь идет не о рынках, а именно о магазинах. Пока же проконсультировались с юристом. Здесь налицо недобросовестный факт ведения предпринимательской деятельности. В таком случае предприниматели могут, учитывая, что они торгуют якобы предметом первой необходимости, вести свою торговлю. Но это запрещено. Сейчас в текущей ситуации это нежелательно. Поскольку рынки это также места массового скопления людей. Не случайно список рекомендован именно для магазинов. Там есть возможность проверить качество, материал, состав, изготовителя и в случае чего составить претензию. На рынке такой возможности нет. Сложнее здесь и соблюдать меры предосторожности. Например, необходимую дистанцию между людьми в полтора метра. Но в администрации рынка нас заверили, что закон не нарушают. Впрочем, ожидания оказались напрасными. К нам так никто и не вышел. Сработали оперативно, чуть меньше 10 минут и все точки уже закрыты. Но остается вопрос, надолго ли? Редакция Самары ГИС продолжит следить за развитием событий. И ждать ответы на наши запросы от надзорных органов. Мария Левина, Константин Головин. События. На помощь самарским медикам придет так называемая служба мобильных докторов. Об этом губернатор Дмитрий Азаров говорил на видеоконференции с IT-специалистами. Это автоматизированная система, которая позволяет регулировать работу врачей, выезжающих по адресам. Она уже успешно работает в Великобритании. В первую очередь система будет разработана для врачей скорой помощи. Но в дальнейшем, если она покажет хорошие результаты, будет внедряться и для работы участковых врачей. Максимальная эффективность работы каждого доктора при такой системе возрастет. Служба мобильных докторов будет работать по принципу навигатора. Позволит снизить диспетчерские расходы и улучшить качество обслуживания пациентов за счет быстрого оказания услуг. Как вы понимаете, коллеги, сейчас врачи все перегружены эмоционально, выхолощены. И, конечно, их сейчас заставляет внедрять новый продукт, собственно говоря, может быть не лучшее время. Тем не менее, среди них точно есть люди, которые готовы к инновациям, которые быстро поймут, что это сильно облегчает их работу. Давайте пробовать. Самарские IT-специалисты готовы разрабатывать приложения в самых разных сферах жизнедеятельности, которые помогут предотвратить распространение коронавирусной инфекции. К примеру, создать интерактивную Яндекс.Карту социально значимых объектов, собирать информацию для формирования базы товаров местных производителей, обеспечить контроль за соблюдением самоизоляции, разработать новые сервисы на портале госуслуг Самарской области, не требующие личного визита в различные инстанции. В Самаре заработал городской волонтерский штаб. Добровольцы помогают пожилым и маломобильным людям купить продукты и лекарства, а также оплатить услуги ЖКХ. Штаб создан в рамках всероссийской акции «Мы вместе». Только за минувшие выходные на горячую линию обратились более 300 человек. Как оставить заявку и получить помощь, расскажет Лариса Шалафаст. Здравствуйте, горячая линия штаба волонтеров по помощи пожилым и маломобильным гражданам. Меня зовут Диенфирич, я могу вам помочь. Самарские волонтеры спешат на помощь. Город присоединился к всероссийской акции «Мы вместе». В колл-центре работают десятки добровольцев, чтобы вовремя помочь тем, кто находится в самоизоляции. За смену операторы принимают полсотни звонков. Пожилые и маломобильные люди просят купить продукты, лекарства, а также просят ответить на интересующие вопросы. Вопросы самые различные. От симптомов коронавируса до того, как работают бани, когда откроются различные заведения. По всей имеющейся информации можем проконсультировать. Все обращения направляют во внутригородские районы, где созданы филиалы городского штаба. Откуда добровольцы оперативно доставляют заказы. Также волонтеры могут помочь оплатить услуги ЖКХ. Также волонтер может взять наличные средства у человека и через свой телефон здесь же провести платеж, если это необходимо, показать все чеки. Обязательно все чеки предоставляются самому человеку. Нам волонтеры обязательно фотографируют все этапы проведения операции. При обращении на горячую линию человеку сообщают номер заявки. Его нужно запомнить и записать. Чтобы обезопасить себя от возможных мошенников, необходимо удостовериться, что у волонтера есть специальный бейдж и документ, удостоверяющий личность. Кроме того, придя по адресу, волонтер обязан сообщить заявителю номер обращения. Оставить заявку на горячую линию можно по телефону 998-6707 с 8 утра до 20 часов ежедневно, в том числе и в выходные дни. Лариса Шлафас, Николай Епифанов, События. В каждой стране правительство в зависимости от ситуации принимает свои меры по борьбе с коронавирусом. Там, где число зараженных высокое и меры жестче. К примеру, в Панаме, откуда сейчас не может выехать семья Чудаковых домой в Самару, карантин усилили. Вот что они рассказали специально нашему телеканалу. Я сейчас вышла в магазин, потому что у нас ограничили выход на улицу вообще тремя днями в неделю. И в среда, в понедельник, среда, пятница выходят только девочки, а вторник, четверг и суббота выходят только мужчины. И в воскресенье выход вообще запрещен. Вот сейчас пойду в магазин, меня будут проверять время по паспорту. Обязательно будут проверять. И если я не буду соблюстать свое время, то меня не пустят в магазин и, может быть, даже оштрафуют. Пока я иду, меня уже контролируют. Вот сзади сейчас будут спрашивать, зачем вы вышли. А, ну нет, это спрашивать не будет. Еще здесь растет число безработных, потому что не всем выдали 13-ю зарплату, хотя обязали всех. Ко мне на расстоянии полутора метров мужик просил риса для своих детей. Он говорит, мне не нужны деньги, мне не нужны там ничего, мне детей накормить рисом, дайте. Я не смогла удержаться. Дело в том, что я специально пошла в дальний магазин купить рис. Я отдала. Что-то как-то я не смогла унести его домой. Самарская повесть о настоящем человеке. Легендарный летчик Алексей Моресьев проходил лечение и реабилитацию в тыловом Куйбышеве. 5 апреля 1942 года самолет Моресьева был подбит в бою с немцами в Новгородской области. Героям ампутировали обе ноги. Но, несмотря на это, Алексей Моресьев смог вернуться за штурвал истребителя, став героем хрестоматийной повести и образцом мужества и героизма для всех советских людей. О подвиге Алексея Моресьева, летчика, вернувшегося за штурвал истребителя после ампутации обеих ног, знал каждый советский школьник. Хрестоматийная повесть о настоящем человеке Бориса Полевого очень близка к биографии летчика, но не лишена художественного вымысла. Это касается не только фамилии. Автор изменил ее с Моресьев на Мересьев. В повести говорится, что после операции главный герой проходил реабилитацию в Подмосковье. На самом деле Моресьева доставили на реампутацию в ИВАК-госпиталь 3999 в Куйбышеве. А затем он проходил реабилитацию в санаторий имени Фрунзе. Сегодня это санаторий имени Чкалова. Там он учился танцевать на протезах. Инструктор лечебной физкультуры, вот в фильме. Это было в санаторий проходило. И там же, когда добро получили, напротив, напротив, через Волгу, в Рождественную, для него подготовили, соответственно, истребители с ручным управлением. Значит, после этого, соответственно, сбил 7 немецких истребителей, после этого стал героем СССР. Олег Григорьевич Яковлев сегодня почетный начальник областного госпиталя ветеранов. Госпиталь является правоприемником того самого, где Алексей Моресьев проходил лечение и реабилитацию в Куйбышеве. В канун 45-летий Великой Победы он ездил на прием к легендарному летчику Москву. В 1989 году Моресьев был заместителем председателя Всесоюзного комитета ветеранов войны. Тогда герой Советского Союза помог в поставке медицинского оборудования. После его обращения в Минздрав Куйбышевский госпиталь был оснащен японским аппаратом УЗИ. Он встал из-за стола навстречу мне, обнял меня. Я впервые увидел, потому что кадочников в фильме, игравший Моресьев, был высокий, а настоящий летчик-истребитель, конечно, он должен быть, как и космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, маленького роста, взял два стаканчика и мою бутылку водки. За славный город Куйбышев, которым мне вернули, поставили на искусственные ноги и научили летать. Алексей Моресьев прожил долгую и плодотворную жизнь. Много помогал и ветеранским организациям, и лично каждому нуждающемуся. Он стал образцом мужества и несгибаемой воли для всех советских людей, исполнив свою мечту – летать, несмотря ни на что, во имя Великой Победы. Олег Зверев, Сергей Баскин, События. Грустная история со счастливым концом. В Самарской области полицейские спасли двоих детей из огня. Во время выезда на место происшествия в поселке Сургут они увидели, что в соседнем доме из окна вырывается пламя. Полицейские вынесли из горящего здания детей и вызвали пожарных. Подробности в нашем сюжете. Внимание полицейских привлекли детские крики из окна соседнего дома, расположенного на улице Победы. Оглянувшись на звук, они увидели пламя, не раздумывая, правоохранители бросились на помощь. И мы бегом туда подбежали, окно было открыто, была москитная сетка, ее вытащили быстренько, там ничего видно не было, видно, что дети. Там крики, ну, плачет, девочка маленькая. Евгений туда перелез, мне детей подал, они босиком, времени не было, искать их вещи, там задымленность была. Передали их в соседскую квартиру, в окно. Ну, где-то, наверное, с минуты, я как бы пока сориентировался где, и уже начали по очереди, я начал через окно их подавать. После того, как дети были спасены, полицейские вызвали пожарных. Огонь был потушен, прибывшие медики установили, что дети не пострадали. Выяснилось, что восьмилетний мальчик поджег бумагу, от которой загорелись вещи. Его пятилетняя сестра поставила к окну табурет, забралась на него, чтобы выбраться, но ее смутила москитная сетка. Дети решили, что она помешает им вылезти наружу, и в панике спрятались в глубине квартиры, где их и отыскали полицейские. Огромное, просто я не знаю, какое, даже нет слов. Очень-очень большое спасибо за то, что мои самые любимые, самые красивые дети остались живы. Руководство Главного управления МВД России по Самарской области приняло решение поощрить сотрудников полиции за проявленные самоотверженность и профессионализм. Виктория Шарея, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Оставайтесь дома и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова